Тимку это алхим. Вове началась любовная лихорадка и на ней можно неплохо заработать. И так летим в торговый квартал Штормграда или центральный район Шторг Римара. Не помню как он точно называется. Находим NPC, который даст наш шкатулку для добычи реагентов. Можно взять квест или поговорить с ним. Нужно чтобы эта шкатулка просто была у вас в сумках. Варим береги, возвращаемся и взаим береги, получаем браслет. Им 10 берегов равняется 1 браслетом. Далее покупаем NPC знаки любви, 1 к 1 за браслет. За знаки покупаем маунты. Стоит 207 знаков и можно продать на аукционе. С процессом получения маунта для продажи разобрались теперь в добыче оберегов. Предлагаем 2 варианта. Первый ряд, который нам больше нравится творить в подземелье Магушан в пандарии. Для этого вам нужно иметь монах 40 уровня. Летим в подземелье Магушана после первого босса убил вам летучих мышей. В час выходит чуть больше 5000 мобов и около 2000 оберегов. Из плюсов отсутствие конкуренции не нужно бегать. Из минусов если нет монах 40 уровня придет скачать. Хоть и прокачка до 40 уровня занимает немного времени. И с мышей вообще нет лота. Как дополнительный бус к этому фарму это хорошо подгирить персонажа купив некоторые шмотки салка. Зачарить всю экипировку и ставить сокеты. Мой выбор полночарки сокета на ловкость и на оружие силы стихии и усилитель. Также можно пить бфа фласку на час и юзать военный свиток на пм и барабаны ппд. Второй вариант вам нужен персонаж 50 уровня желания на друид. Также если нет персонажа 50 уровня, если вдруг есть вторая учетная запись, можете синхронизироваться с любым лоу левел персонажем пати или пробовать договориться на синхронизацию с другими людьми фармящими там же. Так летим на остров Укаршар, который находится на расколотном берегу и бьем слезняков. Сейчас выходит около 1000 оберегов при салу фарме. Из плюсов теоретически можно фармить больше чем в первом методе, но при условии, что будет много людей каждый шотит по одному или несколько паков, если они прям рядом. Также возможность собирать серый и зеленый лоу для продажи вендору, но при салу фарме не рекомендует отвлекаться на лутинг. Так как вы будете меньше убивать и меньше убиваете и меньше оберегов. Из минусов это конкуренция, ведь будут люди, с которыми не получится договориться и поделить спот. Нужно постоянно бегать, а бегать вредно, ведь во время перебежек не всегда бьете мобов, то есть просаживаетесь по количеству оберегов. Также мерзкие мобы, которые присмерзно накладывают спав на минус моб спид и при стаке спите обездвиживание. Также рядом уходят элементали, кидающие пузыри, лишающие контроля персонажа на некоторое время. И рарник, который из-за кривого скиллинга кидает, чтобы болты почти на полу хп. На этом все, смесимся, посмотрите, здесь ролик будет полезен.